привет здесь будет предсказание на предстоящей неделе на картах ленорман это великолепнейшая колода сказочная совершенно она очень правдиво отвечает на все вопросы личной жизни и дел 4 сик не фига в сигнификатора загадывать нужно себя в разных ипостасиях это ваши отношения если вы в паре здесь здесь отношении если вы ищете себе пару это синдерелла или же золушка мужчина и вы если вы ищете себе пару в этом случае а в этом случае если вы уже знаете друг друга а также можно посмотреть вашего мужчину его бизнес и так далее и вот это ваше благополучие здесь ваши деньги ваша смелость ваша находчивость ваше умение себя продвинуть и заработать сейчас я сделаю меньше экран и мы будем пока забирать сигнификаторы которые использовать будем позже а именно сейчас будет речь идти о тех кто себе ищет пару на это время как себе найти пару и как сделать так чтобы быть счастливой и если счастье семейное в будущем для вас если вы себе ищете партнера карта дерево говорит что конечно же партнера вы себе найдете и это прекрасное время посмотреть вокруг кто на вас похож какой человек имеет похожие стремления как вы дерево говорит о том что вы его найдете карта луна говорит показывайте свои женские качества не прячьте их не стесняйтесь и клевер о том что эта неделя очень благоприятная для поиска вы будете знакомиться по карте клевер встречает людей 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 очень для вас интересных может быть даже два человека встретите на этой неделе на одной неделе два человека это здорово и среди них может быть тот единственный который станет для вас самым верным и близким человеком жизни вот такой расклад можно сделать себе скриншот для удачи он как оберег даже идет потому что здесь показываете свои женские качества вы будете нравиться мужчинам они найдут вас родственную душу по дереву вам повезет вы встретите двух интересных кандидатов и один из этих кандидатов может быть как раз тот который будет вас любить и которого вы будете вы любить так что все вокруг вас будет очень благоприятно складываться для того чтобы именно в это время на предстоящей неделе найти себе пару единственное что здесь вам советуется быть очень радостной а то есть ваше лицо должно выражать какие-то легкие чувства по карте клевер быть привлекательной радостной и не заморачиваться то есть на тему во что я одета и как сегодня я накрашена как моя походка как моя стать какое выражение лица просто быть простой клевер это карта простоты и вот именно сим сим символ карты клевер в том что когда вы будете очень очень просто себя вести естественно клевер это естественное поведение проявляться будете в своих талантах своих способностях двигаться разговаривать с людьми нет не стараться никого копировать потому что дерево как раз о том что нужно проявляться вот по-своему да так как для вас характерно и и вы себе обязательно найдете пару сейчас я делаю экран поменьше я собираю эти карты и кстати это тоже касается мужчин если кто-то хочет себе пару найти естественно просто сигнификатор такой я убираю это сигнификатор и следующий будет карта ваших дел ваших деловых качеств эта карта мужчины но это не значит что касается здесь мужчиной естественно касается и женщин и мужчин а ваши деловые качества как будут делаете в бизнесе как бы делаете относительно семьи это тоже деловое качество потому что семья это бизнес да когда мы вкладываем в семью эмоции мы несчастливы семья это очень хороший бизнес самый главный самый важный кстати для человека бизнес и так что же здесь мы видим прошлом мы видим потери потери были в том что вы очевидно нервничали эта карта крысы потери были связаны с работой может было меньше работы или же недостаточно была оплата это было в прошлом что же будет в будущем этот карта тучи она показывает что вы еще очень будете переживать об этих потерях и это вас будет тормозить именно переживания когда человек испытал какие-то трудности он начинает как бы на своих ошибках учиться то есть он становится более осторожным но иногда бывает так что человек слишком осторожный потому что были неприятности и очень большой страх чтобы опять не случились эти неприятности и вот в этом случае тучи конечно эта карта такая пришло ушло да она не серьезная и иллюзорная скорее всего иллюзии связаны с тем что прошлом были потери связаны с деньгами и вы очень боитесь делать новые инвестиции или денег или себя ведь инвестиции себя это продажа своих услуг вы боитесь продавать свои услуги потому что думаете что вас опять обманут что вам достаточно не заплатят что вас не оценят по достоинству это все страхи они психологические эти две карты они как лечебные совершенно карты они убирают у вас этот психологический страх сделать ошибку это тоже может касаться конечно семьи может быть семье были спор были споры да и действительно карта аисты вышла она говорит что в семье скорее всего были споры какая какая-то нервная обстановка когда люди не могут договориться но и все меняется на карту якорь я сделаю побольше экран чтобы вы могли карты все увидите они замечательно красивые и опять же дают вам подсказку направляет вас на нужный путь и очень даже могут помочь вам улучшить свои дела и так смотрите дело все в том что эта нервность остается в прошлом и ее главное не вести в будущий день потому что тучи говорят о том что теперь ваши иллюзии что все проблемы задержались это иллюзии проблемы ушли потому что карта аист это перемены в лучшую сторону в личной жизни и в чем же будут перемены в том что будет более стабильное положение на рабочем месте карта якорь тоже предполагает более стабильное положение в семье потому что здесь идет речь о семье о бизнесе а реализации себя продвижение себя вот это сигнификатор вас есть джентльмен но может быть тоже конечно и женщина любой человек который хотел бы победить тигра до победить этого внутреннего врага этого тигра который мешает устрашает и посылает вас на такую дорогу вины что ты не сможешь ты слабый смотри я тигр я такой сильный я могу тебя победить и и не стоит слушаться такого внутреннего голоса потому что этот внутренний голос он основывается на прошлых неудачах которых которые показаны в карте крысы в будущем же у вас будет стабильное положение в семье то есть если вы поссорились с мужчиной или есть подозрение что он вам не верен это все лишь в прошлом теперь уже новый день и этот день счастливый это день улучшения положения когда вы сумеете договариваться когда вы поймете что вас разъединяло и оба из вас решат отказаться от того что вас разъединяло в жизни если это касается денег вашей ситуации с деньгами здесь вполне вероятно что нервность была связана с тем что не хватало денег на какую-то крупную покупку для дома для семьи для детей может быть для вашего мужчины для себя самой и нехватка этих денег а создавала состояние страха вот внутренний голос говорил но ты никогда не сможешь ты и раньше не могла правда это все осталось в прошлом потому что теперь по якорю будет достаточно денег и вы не должны пугаться будущего дня потому что будущий день он будет стабильный будет больше доход карта же тучи показывает что иллюзии все-таки остаются и страх бедности он у вас врожденный как бы он вам привит прямо с детства когда может быть родители были в материальных затруднительных ситуациях довольно часто и вы видели их перепуганные глаза как мама считала копейки как были может быть споры о финансах о недостатке денег и здесь предлагается вам сделать такую чистку ритуал прямо здесь можно потому что эти карты они целительные либо же можно перейти на мой канал чистки защиты там все бесплатно воспользоваться этими картами как как символами лечебными лекарствами такими что и это все иллюзии на самом деле сегодняшний день он намного лучше чем был вчерашний а завтрашний день будет вообще стабильным абсолютно прекрасным что касается вашего саморазвития наверное нервность была связана с тем что не было достаточно знаний касательно вашу вашей профессии в принципе относительно других людей достаточно знаний если вы сравниваете себя с другими людьми на самом деле все вроде бы идет нормально и знание у вас хватает чтобы делать эту работу но карты советуют присмотреться к тому что если бы вы хотели перемены по карте а если перемены и более стабильных денег дохода зарплаты интересного места вам нужно повысить свой фон нужно развиваться и свой фон касательно вашей профессии то есть развиваться в постоянно заниматься своей профессии что-то новое узнать каждый день вы должны что-то изучать в своем деле чтобы быть выше ваших конкурентов если вы будете выше ваших конкурентов у вас конечно будет лучший доход убрать нужные люди которые говорят но ты не сможешь ты маленькая ты против и как всем как-то будет вот это все такие выражения когда вы играете маленького человека когда вы play small это называется play small вы играете маленького человека они вас подавляют нужно наоборот вот себя представить этим тигром и вы добьетесь огромных результатов вот так настраивает вас ваш этот расклад вас относительно саморазвития сейчас я сделаю меньше экрана 5 потому что я буду убирать этот сигнификатор саморазвития денег и семьи вкладывая назад карты в колоду чтобы вся колода все карты были задействованы в этой колоде на самом деле 34 карты в любой колоде ленорман 34 карты но еще две карты это сигнификаторы мужчина и женщина в колоде ленорман сила 36 карт но на самом деле карты которые гадают предсказывают помогают излечивают всего 34 сейчас я буду отсюда брать карту женщина сюда выкладывать и карту мужчина выложу и близко потому что буду экран делать поменьше и это будет расклад на двоих для того чтобы посмотреть если вы в паре живете вместе у вас есть обязательство такое как брак любой брака это брак то на бумаге или без бумаги то есть если вы человека знаете давно с ним живете либо же постоянно в семьей либо же вы видитесь часто но видитесь встречаетесь у вас есть отношения как будут развиваться отношения за это время что между вами это карта свидания свидания будут продолжаться но свидание в доме тоже когда вы семья он приходит в дом вы приходите в дом это свидание ваше свидание будут продолжаться это уже хороший прогноз что еще будет за это время между вами вышли две карты это карты мыши крысы и карта звезды то есть наверняка уйдет какая-то нервность нерешительность и потери потери времени вы теряли время когда вы ругались может быть огорчались обижались друг на друга я сделаю опять побольше экран чтобы вы видели карты когда вы огорчались и и не доверяли друг другу думали что где-то вас обманывают это нервность уйдет навсегда потому что карта нервных отношений крысы меняется на карту звезды а звезды это конечно полное обещание вам счастье с ним счастье в отношениях и между вами карта всадник говорит о любви о его стремлении к вам карта любовного стремления о том что он будет делать все возможное чтобы вернуться прийти чтобы вас любить и вы тоже со своей стороны стремитесь к этому такой вам дается совет итак отношения самое главное в жизни поэтому я беру еще дополнительные карты объясняющие крысы здесь вот эта карта белоснежки или же карта гроб и с другой стороны карта объясняющая звезду эта карта кольцо вот здесь очень ясный подробный прогноз и он четко говорит о том что сейчас происходит что было и что будет теперь понятно что вот эта карта гроб вместе с крысами это две негативные карты негативная карту в моих раскладах это всегда самые лучшие медикаменты али норман делает свои медикаменты то есть вы закрылись от него по карте гроб потому что вы всегда себя чувствовали нервно когда он приходил то есть ему не доверяли и он наверное когда приходил он занимался другими делами тоже и у вас не было времени поговорить карта гроб говорит о том что была прервана коммуникация то есть вербальная связь между мужчиной женщины в отношениях вербальная связь это ключевое все если люди разговаривают друг друг с друг другом они обязательно будут счастливы то есть они будут друг другу нужны и у вас какое-то время не было разговора с друг другом то есть вы потеряли друг друга и это свидетельствуют две карты но сейчас между вами the rider или же всадник говорит о том что обязательно вы будете стремиться теперь друг другу все изменится в сторону плюс у вас будет любовь и стремление друг другу в будущем вышло две карты это звезды и кольцо мечта исполнится и он например подарит вам какой-то подарок долгожданный подарок своей любви это самый главный кстати подарок нематериальные но самый высокий подарок когда любят заботятся о вас и посвящают вам свою жизнь в этом случае так и будет об этом говорят карты тоже он вам поможет просто дать кольцо если вы встречались и теперь ваши отношения выйдут на новый более стабильный уровень где уже будет брак но будут какие-то бумаги относительно вашего брачного договора это тоже может случиться это наверняка по этим картам карта кольцо это просто карта обязательств все мечты которые были в начале ваших отношений уже давно давно когда вы только встретились вы мечтали о нем своеобразно и вот как у вас вам у вас получалось до чего вы хотели от от него и он мечтал о вас относительно того как он представлял своей жизни женщину и как он ее в будущих своих фантазиях изображал и теперь произойдет то что эта мечта начнет исполняться потому что карта звезды это о том когда приближается к нам звезды здесь даже видно лицо звезды приближаются человек становится он понимая что он живет свою мечту и вот это то что произойдет вы будете оба проживать свою мечту будете счастливы а потому что выполнит он свои обещания и сама природа сама судьба здесь аладдин на этой карте это намек вам символ на то что сама природа сам творец на вашей стороне высшие силы очень хотели бы чтобы вы были счастливы и подталкивают его к вам а вас к нему об этом и свидетельствует карта всадник между вами что между вами теперь будет все по-другому не будет вот этой неприятной ситуации которая была в прошлом все улучшится в лучшую сторону и вы будете счастливы вот такой замечательный расклад я эти карты забираю я просто сделаю такой распад чтобы вы видели что происходит на столе мы же с вами вместе здесь это такая у нас тайная беседа есть понятие тайная вечеря может быть это вечеря если вы вечером смотрите у нас может быть с вами тайная вечеря или же тайная а тайные так такие действия которые мы производим потому что вы у себя дома нажали посмотреть а я делаю то же самое вот здесь с высшими силами и с вами то есть нет никаких свидетелей и все это делается только для вас теперь я буду брать 4 карты для знаков зодиака чтобы сделать советы по знакам зодиака для вас и так для уважаемых огненных знаков вышла карта аисты для уважаемых земных знаков вышла карта корабль для уважаемых воздушных знаков вышла карта звезды и вышла карта крысы опять смотрите карта крысы вышла для знаков водных и дело все в том что вы нервничаете о потерях но уходит то что должно уйти поскольку карта сложная вышла для водных знаков я беру дополнительную карту что прояснить все но вот смотрите дело в том что вам не пишет человек который ушел с вас из вашей жизни это не значит что это плохо это абсолютно не значит совершенно такое ушел тот человек который должен был идти чтобы освободить дорогу новому человеку или же например ушли те траты те обстоятельства какая-то нервная ситуация чтобы вы наоборот теперь были в силе а теперь я немножко это вот так сдвину чтобы вам показывать карты все буквально полностью и эти будут веером чтобы вы понимали что это для водных знаков где больше будет даваться советов дается больше советов тем кто проходит сложный период а самая хорошая карта она сразу дает оберег и настраивает на то что все будет прекрасно и так вот аисты для огненных знаков у вас будет перемена особенно в личной сфере может быть вы будете заниматься каким-то домашним даже бизнесом который будет приносить вам вам прекрасные прекрасный доход это может быть переезд новый дом в новую страну с и вы съедите с человеком вы выйдут от вас ваши дети может быть да и вы будете опять опять влюбленные двое а теперь я здесь выложу карты для водных вот так чтобы было все видно все поместилось так что для огненных знаков прекрасная карта я вам предлагаю смотреть все знаки поскольку все знаки есть обязательно в вашем подсознании что касается земных знаков карта перемен корабль тоже говорит о том что будет что-то новое но здесь больше касается профессии для уважаемых земных знаков это может быть прорыва вашей профессии у вас будет лучший заработок вы будете торговать чем-то будете что-то показывать что людям нужно и за это будете получать хорошие деньги может быть это ваши заказчики клиенты ваш какой-то бизнес любой бизнес пойдет в гору у земных знаков по этой карте это очень удачно успешная карта касательно бизнеса для воздушных знаков звезды это исполнение желаний то есть здесь и отношения здесь и бизнес здесь все касательно вас и вашей мечты все о чем давно мечталась к чему вы стремились и может быть долго шли теперь наконец-то начнет реализоваться и вы получите прирост денежный либо же вы найдете человека которому давно стремились потому что звезды исполнения именно вашей мечты в этот момент лучше всего конечно загадать свою мечту и она обязательно у вас исполнится по карте звезды все пойдет так как вы желаете причем по карте звезды все получается легко вам не нужно напрягаться вот именно благословение можно такое слово найти называется слово благословение будет благословение от высших сил все пойдет само по себе для водных знаков вышли три карты и первая карта я просто так наверное разложу чтобы было видно какая первая вышла эта карта крысы она глубоко лечебная что-то здесь она глубоко лечебная она указывает на то что что должно было уйти уходит уходит и освобождает дорогу для чего-то нового что же должно было уйти но это потери да это то что вот не шло никак не получалось все равно не получалось так что лучше когда уйдет то что не получалось например если вы делали какое-то дело которое приносило вам мало денег но вы все равно его делали долго потому что вы человек терпеливый вам в детстве внушили что ты все равно пробуй 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 10 лет и как-нибудь получится но в данном случае нет именно карты говорят что пришло время это дело которое не получалось оставить потому что письмо предполагает новые знания новые какие-то бумаги новые возможности к вам придут потому что вы отказались от того что уже ушло и у вас появились новые возможности для нового когда мы очищаем пространство и у нас такой пустой пространство образуется тогда высшие силы посылают нам возможности из этих возможностей мы выбираем то что нам больше по сердцу и это закон богатых обеспеченных и удачливых успешных людей вот эта карта 3 которая вышла она сказала именно в чем будет ваша удача после того как вы откажетесь от того что уже отжило уже не работает и эта карта вашего личностного развития личностного роста вы наверное поняли потому что она была одним из сигнификаторов в предварительном раскладе то есть здесь скорее всего касается денег личностный рост это возможность получить новые знания которые дадут вам новые средства вы также почувствуете себя сильнее успех и удача делают человека сильнее он начинает верить в свои силы ничто так не лечит детские травмы и травмы родовые как успех когда у человека получается успех хоть в каком-то деле получается такая знаете самая лучшая волшебная таблетка то есть это лечение успехом радостью достижениями тогда мы начинаем верить в свои силы и если мы подхватим эту счастливую звезду и будем продолжать верить в себя тогда человек может стать очень богатым очень обеспеченным и счастливым я тоже хочу здесь для водных знаков прочесть если у вас отношения полностью в тупике например он пьет безбожно или же он ушел к другой забудьте такого человека который вас предал по карте крысы лучше его выбросить потому что он уже крыса в вашей жизни зачем вам крыса в вашей жизни его можно выбросить и оставить то что было оставить в прошлом вот по письму у вас будет новое знакомство с очень сильным мужчиной сильной личностью и эта сильная личность несомненно принесет вам удачу и будете счастливы если только лишь вы сумеете избавиться от вот этой любви такой ущербной любви как болезнь к человеку который уже ушел из вашей жизни тогда появится место для нового более честного более благородного человека и этот человек он давно стучится к вам в дверь потому что здесь письмо и вот этот новый ваш избранник но вы думали о тех ущербных отношениях жалели себя думали о том что уже ушло и мешали тому что проявился новый вот такой классный мужчина в вашей жизни так что следуйте этим картам и вы будете несомненно счастливы я много времени потратила на водные знаки относительно других но я хочу вас уверить что и водные знаки и воздушные и земные и огненные есть обязательно в вашей космограмме и есть в вашем архетипичном астрологическом портрете этот архетипичный портрет очень важный это портрет вашего рождения когда вы родились не важно даже в какое время определенные планеты были в определенных знаках и поэтому я могу сказать что обязательно нужно смотреть для всех стихи для всех знаков и тогда вы получите нужно для вас совет вы получите нужную карту которая продвинет вас в вашей жизни и станет для вас именно нужным оберегом на пути к счастью я сейчас буду эти карты собирать при вас литургически и советую вам присутствовать при этом сборе конечно потому что это часть предсказания сбора склада чтобы он сбылся нужно сказать аминь да будет так это словами а действиями слова это еще не все главное действие и в действиях аминь да будет так это сбора склада если я вам помогаю можно поставить лайк либо поблагодарить меня донатом на моем сайте это будет очень здорово если я вам действительно помогаю это будет очень важно для вас не для меня для вас потому что благодарное сердце это конечно классно и не важно какая сумма и не важно если у вас нет возможности пожалуйста не старайтесь это сделать только для тех кто имеет такую возможность и там от меня получить в подарок конечно эксклюзивный просмотр вам на удовольствие и на счастье я вас увижу на следующем видео с нетерпением жду когда я опять смогу открыть эти волшебные коробочки и рассказать вам то что карты показывают эти карты приводят вас к успеху и к счастью сигнификаторы которые вы загадываете на картах очень важно потому что это как бы вы посылаете туда своего двойника двойник это как голограмма и тогда получается связь с картой и тогда карта начинает работать для вас она оживает и мой общий расклад станет для вас как индивидуальный поскольку я не принимаю лично я всю свою энергию вкладываю в общие расклады поэтому мои расклады очень правдивые я иногда даже пишу в описании 100% правдивый расклад по двум причинам во-первых я доверяю что карты Таро, Ленарман, Кипер все которые я применяю они очень правдивые 100% показывают правду а второе потому что я не принимаю лично я всю энергию сюда вкладываю поэтому мои расклады общие очень правдивые я так говорю в конце чтобы не напрягать тех которые не хотели бы слышать ничего обо мне но есть и такие конечно зрители желаю вам счастья и я увижусь с вами на моем следующем видео пока всем